Приветствую коллеги, это аналитик валютных рынков и торговые идеи от компании ZikMil и сами я Артур Идиатуллин. Среда у нас проходит без особого оптимизма, фьючерсы на американские индексы у нас находятся в умеренном минусе, Европа также у нас вся красная. Доллар активно снижается, в понедельник я описывал возможные причины того, почему доллар стоит продавать, каковы могут быть мотивы участников рынка шортить доллар. Прошел у нас тест уровня в 93.92.74 в соответствии с тем, что мы обсуждали в понедельник, я рекомендую вам ознакомиться с этим обзором, ссылку я прикреплю в описании к этому видео. По фондовому рынку США, который у нас сейчас является основным бенчмарком настроения на рынке, судя по недавней волатильности, которая там произошла, был у нас рост, падение, опять попытка роста и так далее. Рынок у нас продолжает сейчас подпитываться надеждами, что налогово-бюджетный стимул в США одобрят до выборов. Вчера у нас был вторник и очень много внимания было приковано к исходу очередных переговоров секретаря казначейства Стивена Мнучина и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Вели они долгие напряженные переговоры, но сделка в очередной раз у них сорвалась. При этом они не теряют надежды, продолжают вести напряженные переговоры чуть ли не 24 часа на 7. Но по основным слухам, которые у нас есть в распоряжении, прогресса по ключевым разногласиям у них нет. Рейтор узнал, что глава большинства республиканцев в Сенате Мич МакКоннелл не хочет заключать сделку до выборов, а предпочитает дождаться результата, исхода выборов. На прошлой неделе у нас СП500 не смог, как мы видим, удержать рост. Вот здесь наткнулся на достаточно мощное сопротивление. Были здесь две активные волны продаж. А на этой неделе мы видим, что нет, отсутствуют какие-то особые порывы к росту. И что важно, вот эти две волны продаж, они сопровождались резким снижением шансов полного контроля демократов. Если мы посмотрим на рынок ставок, собственно, на консенсус рынка ставок по поводу того, смогут ли демократы одержать полную победу. Это так называемый Democratic Sweep, это когда приходит к власти кандидат демократ, и при этом демократы у нас занимает большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Собственно, на ваших экранах представлен график, грубо говоря, этой вероятности. Это некоторый консенсус по поводу того, что же у нас, как, ну, на основе всей общедоступной информации, включая опросы и так далее, выводится некоторый график, некоторая функция вероятности того, смогут ли демократы получить полный контроль, собственно. Вот мы видим, что у нас происходил вот здесь резкий рост, примерно начиная с 27 сентября, да, резко выросла вероятность полного контроля демократов, и мы можем видеть, что у нас как раз-таки здесь также происходил, вот, начиная примерно с 25 до 26 сентября, также у нас происходил вот этот рост, причем очень уверенный рост, 8500. Сейчас, когда у нас эта вероятность полного контроля, она перешла вот здесь снижение, вот здесь было особенное быстрое снижение, собственно, мы видим, что у нас также рынки вот здесь резко скорректировались вниз. При этом, если мы смотрим часовой график, у нас удался второй тест 200-часовой скользящей средней, который у нас представлен вот этой кривой. Здесь у нас, собственно, не удался, и затем произошел все-таки успешный пробой этой кривой, будем так говорить, кривой поддержки, и рынок ушел ниже. И сейчас у нас борьба, как мы видим, разворачивается за этот горизонтальный уровень, это уровень 3420. Множество здесь тестов происходило, но пока у нас давление покупателей остается слабым. Однако, на мой взгляд, велики шансы того, что мы уйдем ниже, и состоится тест следующего уровня поддержки. Он уже у нас находится на дневном графике. Если мы посмотрим, что это за уровень, это у нас, что это закрывает, да, это у нас 50-дневная скользящая средняя. Собственно, она у нас находится примерно на уровне 3400, что, собственно, совпадает с круглым уровнем. Вот здесь мы уже будем смотреть, в зависимости от борьбы, которая будет разворачиваться на этом тесте, что будет дальше, остались ли перспективы у рынка быстро перейти в рост, то есть перевернуться и дальше расти на ожиданиях, связанных с выборами. Но, на мой взгляд, вот такая короткая сделка, то есть, ну, короткая по времени сделка и короткая по расстоянию сделка, она остается очень привлекательной. Это как раз-таки пробу уровня 3420 и уход ниже цели 50-дневной скользящей средней, которая примерно находится на уровне 3400. Может быть, она будет чуть-чуть, получается, ниже. Собственно, здесь, как я уже сказал, у нас возникает возможность для вот такой вот коротенькой сделки в шорт, да, с целью на уровне 3400, вот здесь на пробое. Ну и предполагается, собственно, пауза для покупателей, так как, на мой взгляд, можно дождаться скидки. И хорошей ценой, вот для рассмотрения того, стоит ли покупать, ну, это уже будет видно, да, по ходу сделки, это будет уровень 3400. По доллару, да, на котором сейчас завязаны движения всех основных валют, тренд, на мой взгляд, в долларе, он у нас руководит, собственно, динамикой основных валютных пар, потому что все сейчас приковано, все внимание приковано к стимулированию в США, будет ли оно одобрено или нет. И, собственно, от этого зависит приток, ну, повышение или понижение спроса на доллару, что уже отражается, собственно, в ценообразовании других валютных пар. Поэтому сейчас основное внимание на долларе и основным бенчмарком спроса на доллар у нас является индекс доллара, DXCI, получается, ну, тикер DXCI. Мы его, собственно, анализируем. В понедельник я описываю идеи того, что должны хорошенечко доллары продать, будет у нас состоится тест 93 пунктов и 92.74, собственно, тест состоялся. Вот здесь, как мы видим, индекс у нас затормозил свое снижение, он у нас сейчас пытается определиться здесь с направлением. И, на мой взгляд, после пробоя этого индекса открывается возможность для доллара немного скорректироваться, скорректироваться вверх до уровня 93 получается. Давайте мы с вами отметим этот уровень, 93 уровень, он у нас, получается, будет удобной возможностью попытаться протестировать этот уровень. И при этом я бы рассматривал в качестве зоны покупок, это район 92.74 и 92.50, может быть, 92.45. Пока еще покупать доллар рано, именно делая ставку на коррекцию, желательно дождаться движения ниже. Возможно, это сегодня пройдет на американской сессии, отсюда, на мой взгляд, доллар немного стоит скорректироваться. Однако среднесрочный тренд по доллару у нас остается понижательнее, как мы видим, он у нас снижается с 25 сентября. Я не думаю, что этот тренд скоро сбережится. Основной целью у нас является, конечно же, минимум, получается, которые были достигнуты здесь. Это уровень 91.78, вот этот среднесрочный тренд, он должен привести у нас к тесту этой цели. Но пока что открывается возможность купить доллар и при этом сделать это в зоне 92.74, 92.50 с целью в 93 пункта, получается. Вот такая у нас ситуация обстоит по индексу с 500 и по доллару. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, то не сняйте их задавать. Если вы считаете это видео полезным, оно вам понравилось, вы также можете поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.